Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня я хочу показать вам свой вечерний ритуал. И в процессе ухода за собой я отвечу на некоторые вопросы, которые вы мне задавали. С помощью гидрофильного масла и специального средства двухфазного для глаз я сняла косметику с лица. Я очистила лицо пенкой для умывания. И теперь я готова к нанесению уходовых средств. Первое, чем я буду пользоваться, это вот такой вот тоник от Derma Air Anti-Rickle Tonic с витаминами А и гликолевой кислотой. А я уже его пробовала, мне он очень нравится. Это действительно очень хорошая антивозрастная косметика, которую можно приобрести на сайте iHerb. Это прекрасное уходовое средство. Кстати, сейчас увеличена скидка по промокоду, который я вам оставляла. Так что вы можете воспользоваться. Я теперь скидка уже 10%, а не 5% до 30 ноября. Успейте купить, пожалуйста, все подарки. Еще раз оставлю вам этот промокод в описании к этому ролику. Как вы видите, я довольно часто использую эту косметику. Это мой любимый бренд на сайте iHerb. Это действительно самые доступные и очень высококачественные составы. Прежде всего, именно антивозрастные составы. Хотя у меня нет каких-то очень сильно ярких проявлений возраста. Пока на моем лице, слава богу, мне 44 года. Для тех, кто не знает, кто первый раз, например, сегодня со мной, смею утверждать, что это наиболее качественная сейчас на рынке антивозрастной косметики уходовая линейка. Оранжевые и красные упаковки – это упаковки антирикл, то есть с добавлениями ретинола, витамина Е и кислот. То есть все, что отшелушивает хорошо нашу кожу. Я смачиваю два диска обильно и протираю лицо и зону шеи и декольте. И хочу поднять одну из тем запрашиваемых вами. У многих из вас, я знаю, есть дети, а многие и сейчас сами находятся, в общем-то, кто меня смотрит на распутье. Куда же в итоге поступать после 9 класса? То есть дальше оставаться в 10, учиться дальше, либо поступать в колледж. Давайте я расскажу, почему мы с моей дочкой, ей сейчас 18, она учится в колледже, выбрали именно этот путь. Они остались в 10 классе. Начнем с того, что она училась в двух разных школах. То есть при переезде, когда я вышла снова замуж, мы переехали в другой район, и ей пришлось, естественно, сменить школу. Я должна вам сказать, что, в принципе, по большому счету, ничего не изменилось. То есть когда у вас обычная городская школа, да я думаю, и обычная, и любая школа, она имеет, естественно, в себе много представителей различных, так сказать, меньшинств, ну фактически да, то есть различных социальных слоев. И есть люди, которые вообще не планируют там учиться, но просто не хотят, им не нравится учиться, их раздражает этот процесс, они не могут сосредоточиться. Детишки из тяжелых таких семей, которые, в принципе, ну, с трудом доучиваются до 9 класса, да. И многие, кстати, из них, как ни странно, по какой-то чудесной совершенно протекции, уж я не знаю, каким образом, сдают все-таки геа и поступают дальше в 10-й, и дальше начинается та же самая, в общем-то, ерунда. А именно, дети не очень внимательные, ну, мягко говоря, на уроках. Дети ужасно себя ведут, то есть буквально были жалобы на то, что избивают друг друга в процессе занятий, находятся на парте верхом, то есть как на коне, отвлекают зрителя, хотя сказать зрителя, отвлекают учителя шутками какими-то неуместными, матерятся громко и так далее. Но я думаю, что, к сожалению, то, чего не было у нас, например, раньше в школе, это был нонсенс, за это просто могли сразу же поставить на учет. Сейчас это уже не проблема. В нашей бывшей школе был мальчик, который просто избивал всех, и я просто боялась даже, что он в итоге кого-нибудь, ну, маленького убьет. То есть у меня дочка была довольно высокая, и то все равно было обидно и больно. В итоге пришлось вызывать даже полицию и разбираться, соответственно, уже с директором и с сотрудником полиции. Правда, конечно, пришла девушка из детской комнаты милиции, ну, как-то серьезно он ее не воспринял, но так чуть-чуть притих. Итак, это одна вот причина была, по которой мы поняли, что, в общем-то, в этих классах все то же самое примерно было и в следующей школе. Оставаться, ну, просто мы не видели смысла. Буду отвечать на ваш вопрос, но при этом не буду забывать рассказывать то, чем я пользуюсь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что если в средстве содержится довольно высокий концентрат витамина А и Е и какой-либо кислоты, то ни в коем случае не наносите под глаза аккуратно, только вот по периферии, по косточке можете проехаться. И дальше нельзя, вот на мягкую уже зону нельзя заезжать. Итак, сейчас я почистила кожу. Кожа после этого тоника становится очень-очень гладкая. Особенно, если вы как следует прошли с дисками, ну, только чтобы они не тормозили по лицу, да, не растягивали кожу, а были такие довольно влажные, как бы вот такие тоники, не жалейте, пожалуйста. Диски должны шлифовать лицо. Теперь следующее, что я буду наносить, это антирикл серум. Это сыворотка с пептидами, также от Дерма-М. Я вам показывала ее, когда приобретала в своем видео. Они выглядят примерно одинаково. У них у всех помпа, они все изолированы от воздуха. И они все такие кремовые, они очень хорошо питают. Это сыворотка конкретно с пептидами. Пептиды – это те самые вещества, которые как можно глубже уносят за собой, как вот такие лошадки, на которые садятся полезные вещества. И они на более глубокие слои кожи переходят. Ну, соответственно, просто они более эффективные. Именно кислотные сыворотки и сыворотки с витаминами А, Е, тоники, нанесенные перед пептидами, позволяют им проникнуть глубже, так как они отшелушивают верхний слой кожи. И просто вот так несколько нажатий у меня будет достаточно для зоны шеи и декольте. Для того, чтобы сыворотка лучше впиталась, я нанесу абсолютно любую термальную водичку. В данном случае это гиалуроновый комплекс. Можете пользоваться, соответственно, любым, который вам нравится. По влажному лицу вот такие сыворотки более экономично используются и лучше впитываются. Ну и продолжаем обсуждать, да, по какой причине все-таки мы выбрали колледж. По той причине, что мы не увидели среди детей, которые хотят остаться дальше в 10 классе, мы совершенно не увидели ни одного человека, который как-то определился с профессией, который как-то хочет, действительно хочет чему-то научиться. Остаются в 10 классе, ну, по крайней мере, так у нас случилось, да, вот в этих двух школах, все те, кто просто не знают, что им делать еще пока по жизни, никакую профессию не выбрать. Вообще ничем в этой жизни не интересовались. Интересовались только другим, мальчики, девочки, девочки, мальчиками. А у нас, знаете, как-то в семье не особо это принято еще в таком раннем возрасте, там в 15-16 лет. Мы как-то более позднем возрасте об этом начинаем задумываться. Ну, наверное, хорошо, просто это не отвлекает от учебы. Как-то я больше книжки читала, начинала уже работать с 16 лет, озвучиванием занималась на Мосфильме. Интересно, поэтому я как-то, знаете, была увлечена в общем, в основном работой. Мне как-то было, ну, совсем прям не до мальчиков. У меня они казались какими-то глупыми в этом возрасте. И, ну, такими несоответствующими мне, что ли, по интеллекту или по интересам. Ну, вот как-то так. Мы посоветовались так вот с дочкой и решили, что если есть какая-то уже задумка по профессии, то лучше, наверное, все-таки не тратить время в школе и начать уже осваивать как бы эту профессию в колледже. С первого курса, сейчас она уже на втором, она учится на юридическом, уже было введено правое. То есть сейчас это огромное количество предметов, различных абсолютно. И именно поэтому она сдавала общество знания на ГИА. И именно поэтому она получила отличные оценки по всем предметам, которые нас, собственно, интересовали. Русские, общество знания, да, информатика. Сложнее всего у нас с математикой, но она лучше, чем я понимаю. Поэтому я всегда говорю, ты талантливее, чем я. Я дам какое-то время сыворотке этой впитаться, чтобы она вот полностью ушла. Она, знаете, такая чуть-чуть липковатая, и так и должно быть. То есть это сыворотка, которая кладется все-таки на ночь. И с одной стороны она, конечно, супер увлажняет и питает кожу, и с другой стороны очень хорошо поддерживает именно тонус кожи. Нет у меня пока морщины, не надо. Я считаю ее замечательно. И я буду делать все для того, чтобы как можно позже они появились. Когда она сдавала ГИА, то она видела несколько таких ситуаций, когда дети просто от волнения. У них начиналась астма, если у них была астма. Страха, они просто падали в обморок. Но их было очень немного. Это те дети, которые действительно волновались, которые переживали за результат. То есть были и те, кто вообще не сдал экзамены, кто сейчас ушел в ПТУ, в котором готовят вот таких вот детей. Там девочек на кассирах, по-моему, мальчики-слесари или кто-то там еще, кому просто не дали вообще аттестат. То есть они вышли со справкой из школы. О, ужас! Но такие тоже, к сожалению, были и в этой школе, и в прошлой школе. Так, а тем временем мы с вами продолжаем. Сейчас я буду перекрывать зону вокруг глаз. Это увлажняющий крем от Дерма-Э с гиалуроновой кислотой. Здесь два вида гиалуроновой кислоты, которые работают на глубоких слоях, и которые на поверхности кожи, которые удерживают влагу. У меня довольно сильно сохнет кожа под глазами, поэтому я с удовольствием использую вот такие вот средства. Наношу ее просто вот в качестве как бы сыворотки, да, слегка вот так под глаза, чуть-чуть вот так вбиваю слегка. Я не могу сказать, что сейчас в колледже учатся только те, кто мечтает быть, ну вот, к примеру, юристом, как моя дочка. Нет, конечно же, очень много детей, за которых просто заплатили родители. Это платное обучение. В чем еще плюсы? Если ваш ребенок переходит в колледж, который находится при высшем учебном заведении, при университете, при институте, то есть это его колледж, часть этого института, то при поступлении в этот самый институт, он не обязан сдавать ЕГЭ. Чтобы не испытывать опять вот такого вот безумного стресса, который она испытывала на выпускных экзаменах, то есть на ГИА, мы приняли решение, что все-таки важнее здоровье. И если есть такая возможность заплатить хотя бы какую-то сумму, мы будем платить для того, чтобы она просто не посидела, не падала в обморок вот на этих вступительных экзаменах. Потому что это еще один совершенно безумный, я считаю, совершенно ненужный стресс. Если его можно избежать, а мы уже это узнали только, когда поступила она в институт, то есть это новая программа, которая разрешена Министерством образования, и это оказалось огромным еще тоже плюсом. Вот сейчас я с вами делюсь. То есть если вы планируете, чтобы ваш ребенок поступал в колледж, то ищите те колледжи, которые находятся при каком-то университете, институте, чтобы не сдавать просто ЕГЭ. Если ваш ребенок отучится в этом колледже и захочет поступать в другой институт, то он будет сдавать ЕГЭ, он будет вынужден аттестоваться. И, соответственно, будет он ехать в региональный центр для сдачи ЕГЭ. Ну, там тоже несколько этапов, можно пересдать что-то, улучшить свой результат. То есть есть возможность сдать неплохо, но, опять же, если человек спокойный, не нервничает и действительно уверен за свой результат. Этот увлажняющий крем у меня уже полностью под глаза, я так чувствую, впитался. Такая хорошая увлажненная кожа под глазами. И теперь я буду использовать крем от Clinique. Это All About Eyes Rich. Аромата у него нет никакого, это плюс. Он жирненький, он хорошо, кстати, почти полностью у меня впитывается, практически ничего не остается. Это говорит о том, что здесь такие мелкие довольно молекулы, хорошо они входят в структуру кожи. Но я считаю, что по составу он близок к более бюджетному средству, который я тоже приобретаю на iHerb. Это Revival Labs крем для глаз и зоны шеи и декольте. Я показывала вам его. Но для того, чтобы абсолютно быть уверенной, что я не пропустила чего-то совершенно невероятного, у меня два вот таких крема, поскольку всего здесь 15 миллилитров. Расходуется он у меня, честно говоря, ну смотрите, вот просто с бешеной какой-то скоростью. Сколько ему? Может быть месяц назад я его открыла. Смотрите, как он быстро. У меня почти уже заканчивается. Удобнее, конечно, если бы это была вот такая упаковка, чтобы туда не лазить пальчиком. Но ничего страшного, пользуюсь только я. Руки чистые. Не трагедия. Тем более, если он заканчивается у меня за месяц, за полтора, то вообще там никто не успевает завестись. Туда даже заехать никто не успевает, чтобы там размножиться. Что я вижу? Дети сразу взрослеют в колледже. Это уже ответственность. Там нет никаких родительских комитетов. Там они только сами за себя отвечают. У них там староста. Помните, как в старые добрые времена были старосты? Да, и сейчас там точно так же выбирается староста на курсе. И она отвечает, или он, за расписание, за информацию и так далее. То есть родительские собрания собираются крайне редко. Может быть, один раз в год перед каким-то важным событием, перед экзаменом, возможно. Ну, два раза в год, может быть. Вот, по-моему, два раза у нас было всего лишь собрание. Вот за прошлый год. И в этом году я даже еще не была ни разу ни на каком собрании. Ну, просто темы нет, она хорошо учится, слава богу. Сразу, знаете, у них такая прям ответственность. Появляется. Они сразу чувствуют себя более взрослыми. И особенно, если вы не будете вмешиваться в их учебный процесс в колледже, то вам, если вы, конечно, доверяете своему ребенку, и если он учится серьезно, и ваша помощь не нужна, то это будет очень серьезный процесс взросления. Для него это будет большой плюс к формированию личности. Продолжаем легкое отшелушивание, не сильное, да, это был тоник кислотный и с витамином А, и теперь с витамином Е, тоже это не очень большая концентрация, Дерма-Э крем. Смотрите, как он у меня уходит. Он скоро у меня уже закончится. Я более подробно вам расскажу о нем в своем видео о том, что съела моя кожа за определенный период. Аромат, знаете, какой? Ванильный. Прям съесть хочется. Очень вкусный. Наношу его тонким слоем, избегая области вокруг глаз. Хотя здесь всего 12 тысяч, да, витамина Е. Это небольшая, в общем, концентрация. У меня есть крем и посильнее, который я буду использовать после него. Тоже я заказывала на Ахер, не Дерма-Э, другой, потом покажу вам. Но вот сейчас я подготавливаю свою кожу на более мягкой такой вот, небольшой дозе витамина Е, потому что витамин Е очень сильно отшелушивает кожу, точно так же, как витамин А, обновляет. Но, вы знаете, по моим личным ощущениям, он делает это гораздо мягче, чем кислоты. По крайней мере, у меня такие ощущения. Они могут быть у всех абсолютно разные. То есть для кого-то витамин Е может оказаться более сильным, чем кислоты. Для меня это очень мягкое отшелушивание, обновление кожи, которое не дает моей коже пересыхать. То есть у меня это, наоборот, получается такой увлажняющий комплекс. Когда верхний слой кожи отшелушивается, то организм старается, естественно, восстановить баланс. И поэтому все силы бросать на восстановление. Усиливается регенерация, увлажнение идет очень сильно. Кожа, естественно, которая сушена, верхний слой снят. И поэтому улучшается структура кожи. Вы видите, как сужаются поры, вы видите, насколько полированный становится цвет, как уходят постепенно пигментные пятна, разглаживаются морщинки. Потому что во многом морщины, именно такие вот мелкие, мелкая сетка морщин, это просто плохо отшелушена кожа, которая вот так вот складывается в гармошку. Если на регулярной основе использовать вот такие вот средства, например, с витаминами Е, А и кислоты, легкие, как я уже говорила, да, в самом видео об уходе, вы избежите просто раннего старения, и вы сможете значительно улучшить свой внешний вид, если вам уже за 50 и за 60. То есть кожа действительно начнет разглаживаться. Пока я буду делать такой вот легкий лимфодренажный массаж, да, я с вами еще хочу поговорить по поводу того, как учиться в колледже. Все не идеально, конечно же, там тоже есть дети, за которых просто заплатили, как я уже говорила, да, родители, чтобы дети не болтались как-то где-то. Конечно, много тех, кто просто не хотел сдавать ЕГЭ, кто не очень хорошо учился, и кто готов за деньги продолжить обучение, ну, так, чтобы не сильно напрягаться. Такие тоже есть, и они очень сильно отвлекают педагогов. И, конечно, педагоги многие не выдерживают. Мой муж в свою компанию планировал найти талантливых молодых людей, программистов, ну, в общем, таких математиков, физиков, программистов. То есть молодых людей, которые могли бы начать как бы обучаться, какую-то практику пройти и чуть-чуть начинать уже работать, да. То есть нужны, нужны такие кадры, нужны умнички. Их очень мало. Вот друг, с которым он вместе учился, бывший однокурсник, он, как выяснилось, руководит кафедрой точных наук в этом университете, куда моя дочка поступила. И, ну, понятно, они все физики, математики, химики, то есть чем они еще могут руководить? Только точными науками. И этот друг просто пригласил моего мужа, тот к нему зашел, естественно, сказал, что дочка поступила. И они так разговорились, он говорит, будь добр, проведи у нас, пожалуйста, курс, который никто не может провести. И вот, как бы, я тебе доверяю, я тебя знаю, что ты человек науки, у нас есть программа, и нам нужно специальный такой математический программный курс. 10 или 15 человек, они будут проходить этот курс, и вообще он у них даже есть в дипломе, то есть они должны сдать в итоге экзамен. Хотя у меня муж очень занятой человек, то есть, ну, у него прям совсем мало времени. Но мы решили, что чем искать кандидатов через трудоустройство, сайты какие-то студенческие, то, наверное, быстрее мы с ним найдем таких вот ребят талантливых в университете. Он утвердил программу, она очень оригинальная, ее действительно в Москве, ну, практически никто не читает, а она нужна. То есть, ее утвердили, а специалистов нет, представляете, кто будет читать. Начал читать, и мы в процессе поняли где-то уже на второй-третьей лекции, что заинтересованных людей нет практически. Студенты честно говорят, я пришел за курочкой, да, такое тоже есть, но и в бесплатных тоже в вузах есть такое же. То есть, дети поступают, им платят стипендию, они с трудом поступают, а потом перестают учиться. Вот тут, конечно, загадка, подкорка головного мозга, как мы знаем, развивается до 21 года. Обижайтесь, пожалуйста, молодежь, кто смотрит меня меньше 21 года. Да, действительно, это так. Анатомия такова, что в процессе развития только человек до 22 где-то годам понимает, на что стоит обратить внимание, чего стоит опасаться и, собственно, во что стоит вкладывать силы. Конечно, мой муж сказал, что в такой атмосфере он не готов просто давать знания. Он не видит самое главное, то, зачем он туда пришел, он не видит талантливого. Итак, в общем-то, к сожалению, мы никого не нашли, хотя ребятам готовы были платить неплохую зарплату, их бы обучали, но, увы. То есть, Ломоносовых немного, и, в общем-то, нам даже Ломоносов не был нужен, что-то хотя бы рядом стоящее, сосед Ломоносова. Но, к сожалению, мы не нашли таких ребят. На чем мы с вами остановились в уходе? Сейчас у меня есть ощущение легкого покалывания, буквально, знаете, как будто такая немножко обнаженная кожа. То есть, у меня нет неприятных ощущений, но я чувствую, что я воспользовалась тоник с кислотами и витамином А, то, что я воспользовалась затем легким, опять же, кремом с витамином Е. Я считаю, что их можно смешивать. Я смотрю по состоянию своей кожи. Это невысокая концентрация, это легкие кремы и уходовые средства, которые подготавливают кожу к более сложным, если вы таковыми будете потом пользоваться. Ну, естественно, на Ахероп самые лучшие цены я сравниваю. Крем от The Body Shop. Приобретала я его вместе с массажером. Это крем с гранатом, ночной. Здесь очень много полезных веществ. Один из самых полезных элементов – это элемент, который помогает лицу расслабиться. Одновременно он очень здорово питает, одновременно он помогает снять напряжение с мышц. Ни разу им не пользовалась. Сегодня у нас с вами премьера. Давайте пробовать. У него такой растительный аромат. Здесь действительно очень много растительных разных масел, концентратов. Такой он очень-очень питательный. Давайте будем наносить. Естественно, он не под глаза, он только на лицо. Сейчас у меня закончились все мои питательные кремы, и теперь я буду пользоваться этим. Ну, и дальше мы уже с вами посмотрим по поводу качества. Так вот, в итоге муж отказался, потому что тратить свое время нет смысла. Хотя он прекрасно может быть педагогом абсолютно, но только при условии, что какая-то польза от этого компании будет. То есть, если бы мы нашли талантливых людей, конечно, он бы ради этого остался за эти какие-то копейки преподавать, просто ради того, чтобы обнаружить какие-то самородки. Но, к сожалению, поскольку они не нашлись, он просто ушел. В общем, все те же самые минусы, что и в школе. И из плюсов, как вы поняли, по моему мнению, это очень быстрое взросление, это ответственность. И это, конечно, концентрированность на определенной профессии. Троф-предметы, которые у них сейчас в большом объеме преподаются, они действительно настраивают человека и дают ему понимание, хочет ли он этим заниматься. То есть, это то, о чем он мечтал, а будет ли он этим заниматься в реальности. То есть, насколько для него это интересно и сложно. И я считаю, что мы абсолютно правильный выбор сделали. Мы сэкономили время, мы сэкономили нервы. Сейчас она уже на втором курсе, учится хорошо, вне зависимости от того, что там кто-то мешает, не мешает. У нее, как и у меня всегда была задача, учиться. То есть, не какой-то ерундой заниматься. То есть, конечно, можно отдохнуть, можно и музыку послушать, но не на занятии. Слушать внимательно. Мама педагог, поэтому она знает, как это сложно. Она была у меня на занятиях. Она была, когда я преподавала детям, которые не имеют родителей. И детям из сложных семей она тоже все это видела, мне помогала. Поэтому она очень хорошо знает, каково это быть педагогом. Поэтому она уважает. Вне зависимости от того, удачный это педагог, неудачный. Я вам рассказывала, что бывают люди не сильно заинтересованы. Их сложно уважать. Но, тем не менее, нужно быть благодарным тому человеку, который тебе несет какую-то полезную мысль. А сейчас я уже никакие слипимфакты, маски на ночь наносить не буду. Я сейчас чувствую, что у меня очень такая прям богатая кожа. То есть, сильно увлажненная, сильно напитанная. Это был мой вечерний уход. И мои ответы на ваши вопросы. Вы спросили, я ответила. Не стесняйтесь, пожалуйста, сообщать темы, которые для вас интересны. Я всегда откликаюсь, вы это знаете. Пишите ваши комментарии. Мне очень приятно их читать. Я отвечаю на каждый ваш комментарий. Жмите колокольчик вот здесь наверху, чтобы не пропустить мои новые видео. И если видео вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня, чтобы я знала. Пальчик вверх ставьте, не забывайте, пожалуйста. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Всегда. Пока.